О, намаринованные. Лука много-много положила, потому что говорят, что чем больше лука в маринаде, тем оно лучше. Как можно больше надо. И еще больше. И еще, и еще больше. Голуби купаются в луже, смотрите, как смешно. И еще больше. Вот так она меня держит за пальчик. Вот так мы дружим. Вот черт, бывает же такое, уже придя домой, обнаруживая, что забыл в камере хранения предыдущие покупки. И придется сейчас возвращаться. Вот, впервые показываю при свете дня свой любимый стадион. Вот здесь раньше был вход. Сейчас здесь забор. С пиками на конце, чтобы не лазили. И вот видите, там вдалеке молодые люди, они занимаются. Только что один из них бегал. Вот они сейчас стоят около снарядов. Возможно, они сейчас будут делать еще какие-то упражнения. В общем, стадион, конечно, востребован. Людям он нужен. Здесь не очень большой размер беговой дорожки. В метрах я затрудняюсь назвать сколько, но где-то примерно, наверное, метров 400. Исходя из того, мы по представлению, где заканчивается обычно 100-метровая пробежка, где стоит отметка 100 метров. То есть, похоже на 400 метров дорожку. Вот здесь фонари, которые вы часто видите в моих радиовыпусках. Вот это сейчас. Идем по дорожке вдоль забора. Здесь люки. Люки. Люк at the window. И осторожно, люк я твой отец. Вот точно, какой-то вот, как репортаж из-за решетки. Вот вам не кажется? К шведской стенке взяться за перекладину, которая соответствует росту. И делать махи ногами в тех направлениях, которые вы хотите. Потом можно залезть повыше спиной к стенке. Взяться руками и качать пресс. Очень сложно, но зато очень эффективно. И абсолютно бесплатно. Вот. И там наверху, видите, тоже есть перекладины. Это для того, чтобы брахировать, то есть так вот, как обезьяна, перемещаться на руках. И вообще, это такое очень правильное здоровое упражнение, потому что здесь идет нагрузка собственным весом. Это как раз то, что нужно. Потому что свой вес, конечно, мы на руках должны подтягивать, уносить и спасать свою шкуру со всех ног. Особенно, когда за нами гонится какой-нибудь леопард. Вот такая конструкция. Вот видите? Вот она. С крышеобразным домиком. Вот там, на перепаде высот, очень эффективно делать всякие упражнения для верхней части организма. И вот сейчас мы подходим к моему любимому местечку. Сердце мое трепещет. Вот. Вот эти перекладинки, на которых я делаю упражнения. Вот именно по ним я скучаю больше всего, когда стадион заваривают очередной раз, потому что вот аналогичных нет на других стадионах. И мне просто не подходит то, что там есть в полной мере. Потому что здесь я могу делать упражнения и на верхнюю, и на нижнюю часть тела. То есть я могу здесь отжиматься, ну как это, подтягиваться по-женски. То есть вот браться руками за перекладину, упираться ногами в другую и подтягиваться таким образом. И опять же могу взяться за перекладину, делать махи ногами, самые разные, потом делать растяжку. И вот на мой рост это идеальная высота конструкции. Вот здесь я обычно занимаюсь. Вот это вот мое любимое дерево, которое нависает надо мной. И мне все это очень важно для моего душевного комфорта. Вот здесь вкопана шина. Там тоже, видите, очень много шин вкопано. Не знаю, зачем все это сделано, но какой-то соцарт. Такой соцреализм. Вот посмотрите. Вот как шины заканчиваются. Ага, вот видите, такая желтая конструкция. Вот. Такие перекладины. Одна там совсем в заросшем состоянии. Но вот те две, которые на первом плане, они часто используются, я видела, для качания пресса. То есть вот попой человек садится на верхнюю часть, за нижнюю задевает ноги. И, в общем, получается идеальное такое приспособление для качания пресса. Ну как ты будешь тут перелезать, если тут вот такие штыри? Ну это же опасно. Это нельзя. И тут специально такая конструкция забора, что не за что захватиться. Ну прямо вот специально. Ну не знаю, какое-то изуверство просто, изуитство. Вот зачем так делать? Вот мне бы сделали лучше калиточку, чтобы люди нормально, спокойно проходили, не драли штаны вот здесь вот на этих обломках. Но, надеюсь, скоро появится. Ой, фу, господи. Вот же она эта дыра. Вот она. Вот она. Видите, вот всего одной секции нету, вот одного прутика. И вот здесь вот можно пролезать. Фу, что-то я перепугалась. Ой, надо же, вот такая невнимательная. Вот с утра уже второй пример невнимательности. Первый раз забыла покупки в магазине, в камере хранения. И вот сейчас дырку не нашла. Все. Вот. Вот об этом очень здорово можно подрать себе штаны там. Все, что хотите. Все, что находится на этом уровне высоты, вот все себе вот это вот можно разодрать. И сейчас я направляюсь в магазин для того, чтобы забрать там свои предыдущие покупки, забытые. И еще куплю кое-чего вкусного, чтобы ублажить себя в верхней половине дня, чтобы покушать вовремя, до часу там, до двух часов дня. И потом, чтобы вечером мне не хотелось. Ой, смотрите, какие почки. Классные. Вот, скоро-скоро все как вспыхнет, как расцветет. Трава зеленая. Зеленая, зеленая трава. Ну, а что, вон идет мужик, разговаривает по телефону. А я иду разговариваю по фотоаппарату. Так, вот идет обыск. Вернее, попытка обыска. Попытка внедриться в мой рюкзак. И найти там всякое вкусненькое. Да? Да? Была такая попытка только что? Да, была такая попытка только что. Там ничего особо вкусного не лежит. Из-за того, что могло бы привлечь хотя бы по запаху. Ну так, булочки только. Для худеющих. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, ой. Вы знаете, видите, вот насколько неопрятным сразу делает вид пола разбросанные опилки. Сразу кажется, что все очень грязные. Ну, нельзя сказать, что особо чистое, но на вид прям очень грязные. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Вот, 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 принюхивается Вот, еще тут нашла Ага, да? Да? Лапы такие у тебя белые Буду пересматривать сегодня эту серию Потому что сейчас читаю этот самый рассказ в оригинале То есть к книге Там, правда, музыкальный инструмент, который фигурирует Это не тромбон, а банджо И в этом есть определенный смысл Потому что по ходу сюжета Там возникает целый оркестр Играющий на банджо И Вустер в какой-то момент должен был затеряться среди них И в этом есть определенная перекличка сюжетных линий Но почему-то авторы сериала решили заменить нам тромбон Может быть, для того, чтобы разнообразить ужасные музыкальные звуки А сейчас мы с вами быстро посмотрим покупки Которые я сегодня сделала И начнем мы с молока Ой, ну не надо думать, что я покупаюсь на всякие слова Типа фермерское, органик и так далее Но дело в том, что у меня действительно в последнее время есть проблемы с покупкой молока Я заметила, что в молоко добавляют сахар Это заметила не только я, это заметил мой папа Об этом стали говорить в самого разного рода передачах И, скорее всего, это правда Я заметила это по вкусу Еще я заметила, что Когда его нагреваешь в ковшике То оно начинает пригорать гораздо раньше, чем согревается И это, видимо, свидетельствует о наличии там сахара Я поэтому перестала покупать молоко простоквашино Которое раньше покупала еще некоторые марки Но вот эту 2-литровую бутылку Дикси перестала покупать Я поняла, что оно вкуснее с сахаром Что меня тянет покупать именно те сорта Эти варианты на вкус просто менее сладкие На это сегодня была скидка Оно так вообще стоит 80 рублей Но я купила за 45 И на это тоже сегодня была скидка Я купила за 53 рубля Хотя обычно оно стоит 60-70 Но дело не в скидке То есть я покупаю так и так именно это молоко По цене они в принципе все стоят одинаково Разные производители, разные марки Но я стараюсь сейчас брать молоко, которое не сладкое Ну, по крайней мере, не подслащено специально И, кстати, вот это не подгорает у меня В смысле подгорает, конечно, если долго слишком держать на плите Но оно хотя бы успевает нагреться Вкусный сыр маскарпоне Я его раньше покупала Я не знаю, как настоящий сыр маскарпоне должен выглядеть Какой он должен быть на вкус Производитель его Российский, Брянская область Мне понравилось Что-то среднее между творогом и сливочным маслом Очень хорошо подходит для бутербродов Для того, чтобы есть с овощами, с фруктами Просто так Довольно дорого Рубли 200 с лишним, по-моему, это стоит Но я решила себя побаловать Собственно говоря, помидоры Яблоки Огурец Когда покупаете огурцы Прощупывайте у него попки И одну, и вторую Обращайте внимание, чтобы они не были рыхлыми Потому что это свидетельствует о том, что огурец начал портиться Сметана Сложно сейчас тоже купить сметану Такую, чтобы она была без добавления какого-то крахмала Или иного загустителя Но вот это более-менее из приличных Буду делать салат Буду кушать просто так Сейчас 11 утра И в принципе я могу себе позволить Новый шедевр от Danone Я еще пока не пробовала Но иногда помогает мне сорваться На какие-то более тяжелые пищевые наркотики Типа шоколада и тортов Конечно, йогурты лучше покупать Без всяких добавок Но я уже объяснила, почему я так делаю Вот такой я брала Он дороговат Рублей 60 стоит Но зато вкусный Опять немножко лука Лук купить проблема Он какой-то рыхлый И вот маленький кусочек сала Тоже для булавства я купила И сейчас мы с вами проникнем в мой рюкзак И посмотрим, что у меня там Это кошелек Булка номер 1 Булка номер 2 Большое количество специй я сегодня купила Помните, вот это противоречие Между кориандром и кардамоном Я купила в итоге то и другое Мята Очень хорошие специи Рекомендую Можно покупать и добавлять в чай И в другие разные блюда Очень интересно Иногда бывает добавить мяту в овощные или в мясные блюда Может получиться необычный вкус Попробуйте, не пожалеете Я как-то раз попробовала в суп положить Очень прикольный получился вкус Мята я купила побольше Ну буквально вот все три пакетика, которые были в магазине Те я и купила Так Зубная паста Бабка Агафья Хорошо, Бабушка Агафья У меня к этому бренду отношение скорее негативное Потому что большинство из того, что я покупала этой марки Не удовлетворяло меня по качеству Но что касается зубной пасты Когда-то я брала и в принципе меня устроило 117 рублей, конечно, дороговато Но что поделать Я посмотрела несколько сегодня зубных паст Везде в составе был лаурил сульфат Иногда состав не указан То есть какой-то иностранный производитель Вот корейский, например Здесь все заклеено Написано состав, смотря на упаковке На упаковке, на всей упаковке состава нет Ни на каком языке Просто нет и все Причем наклейка не находится на составе Это я тоже посмотрела Довольно странно Ну так ладно В общем, в любом случае там есть лаурил сульфат Можно это заключить из того, что на похожей упаковке он указан Здесь заявляют, что как раз-таки этого нет То есть смотрим Чего здесь нет Ну типа такое все без химии Такое все натуральное Нет СЛС, нет СЛЕС, нет Сталата Нет парабенов, нет ФТОРа Со ФТОРом, кстати, не понимаю Потому что ФТОР вообще, по-моему, нужен для зубов Почему говорят с тем, что его нет Ну просто не знаю, не уточняла Без формальдегида Без тяжелых металлов Без глютена Как могу глютен в пасте оказаться? Ну ладно Без сахара О, ну это вот классно Без алюминий снижающих компонентов Без хлоргексидина Без минеральных масел В общем, меня интересовало только, чтобы он был без СЛС Без СЛЕС И хотелось бы, чтобы не было ментола Но это я слишком много хочу Давайте посмотрим по составу Что здесь есть Вода, кремний, сорбитол, глицерин, ксилитол Содиум, лауруил, саркозинат То есть, что-то такое лауретовое, но лауруил На самом деле, это может быть что-то другое Но это, в общем, не лаурил Это какой-то другой компонент Ищем, есть ли здесь ментол О, боже мой, по-моему, нет Неужели повезло? У меня сейчас стали очень чувствительные десны Посмотрим, подойдет ли мне эта паста Крем Янтарь Ну, это из того, что я покупаю постоянно Вот эти крема фабрики Свобода Их там около шести вариантов Четыре взрослых, два детских Зам Натура Сибирика Мой почти заканчивается Это стоило мне 120 рублей Дороже, чем 100 рублей, но все-таки дешевле, чем другие варианты 500 мл здесь Хмели сунели Когда берете такие приправы смешанные Обращайте тоже внимание на состав Смотрите, чтобы соль не была на первом месте И чтобы отсутствовал здесь какой-то усилитель вкуса Конкретно глутамат натрия Очень часто бывает в составе сборных приправ Там для мяса, для рыбы Карих, мели сунели Для того, для сего Бывают включены вот эти вот нежелательные компоненты Здесь тоже соль есть, но найдет последним номером Лавровый лист Эстрагон Тимьян А, вот, сейчас похвастаюсь Баночка красной икры Вот для того и куплены булки Напоминаю, что сейчас еще нет 12 утра И поэтому все можно Но с икрой, конечно, надо быть поосторожней Во-первых, надо смотреть Какие здесь консерванты Здесь Е200 и Е211 Я чуть позже уточню, что это конкретно Потому что надо следить, чтобы не было антибиотика Которые часто используют в качестве консерванта Недобросовестные производители Е200 и Е211 Это может быть что-то типа сорбиновой кислоты Аскорбиновой кислоты В общем, что-то такое разрешенное Я сейчас не помню, но я посмотрю И основная опасность такой икры Для меня это то, что нас содержит просто адское количество соли Поэтому много ее есть нельзя И, конечно, не на ночь Конечно, не вечером Вот это вот один из чеков Здесь сумма небольшая Но покупок было сегодня много Тысячи на две лет я пахнула сегодня Вот еще один детский крем Посмотрите, купила овсяные отруби Я сейчас стала их использовать активно Добавлять в корм для кошек Для того, чтобы у них хорошо было все с перистальтикой Они очень активно это кушают Нормально все проглатывают Потому что я это перемешиваю с мясными компонентами С большим удовольствием они это едят Но я подумала, почему бы мне и себе тоже не озаботиться перистальтикой Купила для начала отруби овсяные Буду размешивать с молоком Я думаю, что должно быть вкусно Или, по крайней мере, не противно Посмотрим Я попробую, потом вам расскажу Если случайно вдруг есть люди, которые не понимают, зачем нужны отруби Я вам объясню Это грубые волокна Это клетчатка Которая нашим организмом не усваивается То есть, чтобы мы усваивали клетчатку Мы должны быть какими-то жуками-караедами Которые действительно питаются древесиной И всякими подобными компонентами Наш организм, организм человека Организм кошек Не усваивает такие компоненты Но они, будучи грубыми механическими элементами Раздражают кишечник Раздражают так, как это нужно делать В хорошем смысле слова И он начинает дергаться Сокращаться И эффективнее продвигать пищу Ну туда, куда она должна к выходу Вот уже выйти И еще это способствует формированию пищевого комка Тоже в кишечнике Это все нужно для здоровья К тому же, они действуют Вот эти вот Всякие источники клетчатки Как некоторый сорбент Который позволяет тоже всякое в себя собрать У нас просто пища в основном очень рафинированная И нам грубой клетчатки не хватает Именно в том количестве В котором мы ее употребляли Когда не было у человека столько рафинированной пищи Можно использовать в каких-то рецептах Вот здесь, например, я сейчас вот вижу, читаю Можно добавлять в тесто фарши, салаты, супы И использовать в качестве панировки При приготовлении мяса, рыбы, овощей Ну то есть это может быть интересным компонентом Для разного рода рецептов И в кошачий корм я бы вот советовала добавлять Делать его самостоятельно Из какого-нибудь мяса или птицы С добавлением овощей, витаминов Естественно, без соли, без сахара, без лука И вот отруби туда еще Чтобы перистальтика была хорошая Яичница С жаренными гренками С жареным перцем Помидорами И укропом Супер классное сочетание цветов И супер вкусно Много такого кушать нельзя С утра С утра, конечно До 12 часов желательно Для сытости, для удовлетворенности Для того, чтобы день начался С радости от этого мира Готовится очень просто Можно туда добавлять еще по вкусу лук Кому что нравится, какие приправы Мне, конечно, нравится еще и сочетание цветов Как визуально это все выглядит Вот это вот то, что называется Верх наглости Со стороны правительства Московской области В субботу В 9 утра Люди должны выйти на субботник Уважаемые правительства Московской области Вы когда-нибудь видели платежки за коммунальные услуги? Там есть такая графа Уборка из домовой территории Мы каждый месяц платим деньги За выполнение этой работы Откуда же берется такая наглость Чтобы требовать людей Чтобы они в свой выходной день В 9 утра Вышли бесплатно Выполнять вашу работу За которую вы получите деньги из наших платежек Это очень удобно И просто Растение В 3 утра Уборка из клубов Понимаете В 3 утра Уборка из клубов